Итоги работы по формированию современной городской среды в минувшем году и задачи на год наступивший рассмотрело правительство Тверской области. Напомним, что многие муниципалитеты Верхней Волжи принимают самое активное участие в региональном проекте формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». О том, чего добился наш субъект и как он выглядит по сравнению с другими в первом материале выпуска. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что регионам необходимо активизировать формирование современной среды для жизни в городах, поселках и селах. Следует обеспечить синхронизацию данной работы с территориальным планированием, реализацией планов градостроительного и дорожного развития. Отметил Игорь Руденя, открывая заседание. Выступавшие эксперты заявили, что Тверская область среди лидеров по стране при реализации программ благоустройства. Мы в десятке, если даже не буду говорить про пятерку, но представляете, что это Тарстан, Подмосковье, Нижняя городская область, Ленинградская область. Мы рядом и мы сейчас очень сильно подтянулись. Но просто количество денег, которые в результате поступают, они просто в разы увеличились. Особое внимание нужно уделить активности муниципальных образований и граждан в подготовке к реализации проекта. Важно мнение жителей о том, как должна быть обустроена среда в месте их постоянного проживания. Это касается как дворов, так и крупных общественных пространств. Отметил губернатор, подчеркнув, что земляки оправдали ожидания правительства Верхнеболжья. Хотел бы сказать отдельное спасибо нашим гражданам, которые неравнодушны, приняли участие в голосовании, выборе проектов, выборе территорий, которые необходимо было привести в порядок. У нас на территории региона порядка 75 объектов, которые участвовали в программе. Часть из них завершилась в текущем году, часть будет завершена в следующем году. Это двухлетние контракты. В прошедшем году в Тверской области реализованы все запланированные проекты благоустройства в 38 муниципалитетах. Обустроена 71 общественная территория и 19 дворов. Завершены 4 проекта победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Калязни, Нелидове и во многих других. Ржев сумел, молодец Крылов, сделать это за год. Вот за это, да, мне кажется, очень такой интересный получился проект. Кашин, вот он сейчас вообще должен быть очень красивым, торопится, понятно. Беженский великолепный горсад. С моей точки зрения, как раз он полностью соответствует той картинке, той концепции, которая была заложена изначально. В 2023 году также планируется завершить реализацию четырех проектов победителей Всероссийского конкурса. Ведется разработка проектно-сметной документации для реализации в 2023-2024 годах объектов победителей конкурса в городах Лихославль, Красный Холм, Весегонск, Старица, Торопец и Конаково. Уже проведен седьмой этап данного мероприятия по Российской Федерации. Наши муниципальные образования тоже стали участниками этой программы. В том числе у нас участвуют достаточно активно Вышний Волочок, Кимры, Удомля, Кашинский муниципальный округ, город Тверь, Старица. В общем, все активно работают. А уже с 15 апреля по 30 мая будет вновь организовано рейтинговое онлайн-голосование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» для отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году. Продолжение следует...